С вами Николай Пимненко в проекте ДАТА. Сегодня 23 декабря. День дальней авиации военно-космических сил России. Именно в этот день в 1913 году совершает свой первый полет четырехмоторный биплан Илья Муромец. Первый в мире бомбардировщик и пассажирский самолет. Аппарат создан авиационным отделом Петроградского завода Русабалт под руководством коллектива, который возглавлял Игорь Сикорский. В 1919 году он, как известно, эмигрирует в США и прославится там конструированием вертолетов. На этом же самолете была поставлена целая серия мировых рекордов по грузоподъемности, скорости и продолжительности полета. Сикорский лично руководил испытаниями Ильи Муромца и к началу вступления России в Первую мировую войну на Петроградском заводе собирает четыре Ильи Муромца. Они передаются в императорский военно-воздушный флот. Аэропланы того времени предназначались лишь для ведения разведки. Таким образом Россия получила первый в мире специализированный самолет-бомбардировщик, штурмовик и дальний разведчик. У родившихся в этот день 1732 год в этот мир приходит Ричард Аркрайд, английский изобретатель хлопкопредельной машины, основатель современной текстильной промышленности. В 1777 году родился Александр Первый, российский император. Традиционный салют из 201 орудийного залпа фортов Петропавловской крепости Адмиралтейства в Петербурге возвестил России и миру о рождении первенца Александра в семье цесаревича Павла Петровича, будущего Павла Первого, сына Екатерины Второй. Сам же Александр Первый зайдет на трон в 1801 году. Крестной матерью новорожденного становится царственная бабка, а крестными отцами заочно император Священной Римской империи Иосиф Второй и даже прусский король Фридрих Второй Великий. 1858 год рождается Владимир Иванович Немирович Данченко. Русский советский театральный режиссер, педагог, драматург, писатель, театральный критик и театральный деятель. Ну и, как известно, один из основателей вместе со Станиславским Московского художественного театра. Народный артист СССР. В 1917 году рождается Валентина Серова, советская актриса, заслуженная артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии. Год 1931 в этот мир приходит Лев Дуров, советский и российский актер театра и кино. Театральный режиссер, педагог. Дуров был самым низкорослым актером страны. Метр шестьдесят и при этом, как говорят, никаких комплексов. Лев Константинович говорил, что это рост победителя, что ровно такого же роста был Геракл. Он и играл, кстати, людей вроде бы маленьких, невеликих. Не начальников, а пахарей. Не генералов, а капитанов, хоть милиции, хоть мушкетеров. И говорил, что в каждой роли для него главное это протест маленького человека против самого понятия маленький человек. 1934 год. День рождения Натальи Фатеевой, народной артистки РСФСР. Конечно же, всесоюзную славу ей приносят роли в фильмах «Три плюс два», «Здравствуй, это я» и уже чуть позже «Человек с бульвара капуцином». Ну и, конечно же, мы помним ее по картине «Джельтмены» удачи и место встречи изменить нельзя. Ее называли первой красавицей советского кино в свое время. 1936 год. День рождения Юлия Кима, советского российского поэта, композитора, драматурга, сценариста Барда, участника диссидентского движения в СССР, лауреата литературных и музыкальных премий. Ну а теперь о событиях. 1718 год. Взамен московских приказов учреждены 12 коллегий. Новые органы государственного управления. Каждая из коллегий ведала отдельной отраслью государственного управления. Было учреждено 12 иностранных дел военное. Адмиралтейств коллегия, камер-коллегия, ведавшая доходами, штат-контор-коллегия, ведавшая расходами, юстиц-коллегия судопроизводства, ревизион-коллегия финансовый контроль, коммерц-коллегия торговля, мануфактур-коллегия промышленность, берк-коллегия горное дело, отчинная коллегия, землепользование, главный магистрат, городское управление. Во главе коллегии стояли президент и вице-президент. При каждой была учреждена еще и своя канцелярия. Все эти коллегии подчинялись естественно императору и сенату. Петр ввел также практически государственное управление церковью, учредив еще и сенат. Реальная деятельность коллегий началась в 1719-21 годах. Коллегии были упразднены аж в начале 19 века с образованием министерств. 1898 год. Из Батума выходит пароход Лейгурон, увозя в Канаду первую партию духоборцев. Селились они на Чужбине, теми же селами, что и в России. В настоящее время в Канаде живет уже четвертое поколение русских духоборцев. Это примерно 30 тысяч человек. 1909 год. Происходит одна из первых зафиксированных документально встреч землян с НЛО. В небе над Бостоном в США замечен крупный предмет овальной формы с отверстиями, которые напоминают иллюминаторы, как тогда писали подводные лодки. 1943. Великая Отечественная война. Завершается битва за Днепр. Это комплекс операций советской армии по освобождению левобережной Украины от фашистских захватчиков, проводимых с 26 августа по 23 декабря 1943 года. Форсирование Днепра – одно из крупнейших сражений времен Великой Отечественной. 1947 год. Американские ученые Уильям Шокли, Уолтер Братейн и Джон Бардин из Bell Laboratories создают транзистор. На следующий год они объявляют о своем открытии, а в 56 году 20 века удостоены Нобелевской премии. Именно за это открытие. 1953 год. Вынесение приговора по делу Лаврентии Берии. Или, как теперь говорят, просто Берия. Специальное судебное присутствие Верховного суда СССР под председательством маршала Конева приговаривает Берию, а также Меркулова, Деканозова, Кабулова, Гоглидзе, Мешика и Владимирского к высшей мере уголовного наказания того времени. Расстрелу с конфискацией лично им, принадлежащего имущества, лишением воинских званий и наград и приведение приговора в исполнение. Берия и остальные обвиняемые были в тот же день расстреляны. Похоронен на Новом Донском кладбище в Москве. Согласно другим утверждениям, прах Берии был развеян над Москвой рекой. Но еще об одном событии дня, знаковым. 1888 год. Винсент Ван Гог отрезает себе ухо. Он приходит в дом терпимости номер один и, спросив девицу Рошель, вручает ей свое отрезанное ухо со словами «Береги это, как зеницу ока», после чего исчезает. Полиция наутро находит этого человека у себя дома в постели почти без всяких признаков жизни. Несчастного срочно доставляют в больницу. Читают, что Ван Гог – это человек неуравновешенный и склонный к суициду. В 1890 году, как известно, он таки застрелился. Поссорился со своим другом Полем Гогеном, с которым вместе снимал дом. Разъяренный голландец набросился на француза с бритвой. Тот увернулся и убежал ночевать в гостиницу. Тогда Ван Гог в отчаянии полоснул по уху с себя. Правда, эта история известна со слов Гогена. И есть версия, что на самом деле это он отрезал ухо Ван Гогу. Но в любом случае, это ухо стало великим. Ну, или, по крайней мере, сюжет. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok